МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что касается третьего этапа нашего альбома, я думаю, что это, конечно, безусловно, что-то новое. И я думаю, что это из всех, наверное, альбомов, которые были, наверное, для меня, по крайней мере, этот альбом, наверное, будет самый лучший. Почему? Потому что первый альбом был более попсовый, и второй альбом был более, скажем так, тяжелый. Роковый, глубокий, депрессивный. Да, а этот альбом настолько просто разный. Мне кажется, в этом альбоме собралось все. И попса, и электронная музыка, и роковая музыка, и медляки, и в то же время какая-то тяжелая музыка. В общем, все. Сейчас как раз мы хотим этот альбом уже третий толкнуть Америку, уже сдвинуть ее, в конце концов, с места, потому что там что-то начиналось. Потом все это затихло. Продюсеры нам испортили отношения, все это как-то затихло, вот с первой, как опять там все начинается, поэтому я думаю, что вот в этот раз столкнем мы уже все-таки Америку. Латинская Америка вся в ауте, в восторге, все нас очень любят. Да, мы были там концерты. Да, и как бы мы были, очень любят. Я рисую черной краской. На стене тупое слово. Для меня оно не важно. Для тебя оно не ново. Для меня оно напрасно. Для тебя необходимо. Я рисую черной краской. Я рисую криво-криво. Народ в России на тату реагирует очень странно. На самом деле это правда. И на самом деле это очень удивительно. Почему? Потому что, знаете, вышел клип «Белый плащик». Он дошел в Португалии, в Австралии. На первых местах мы определили Кали Минок. Всякие украинские чарты. Что у нас, Словакия. Короче, много очень стран, которые вообще в восторге. Просто первые места по телевизору. Здесь мы приносим клип на телеканал. Нам говорят, вы знаете, это не формат. Мы такое не берем. И, собственно, песня на радио, она тоже не формат. Мы такую не слушаем. Время снова 20.10. Мы с тобой сейчас не вместе. Ты сидишь в углу и плачешь. Может быть, меня дурачишь. А что это за формат? Люблю тебя, целую, жду, умираю, скучаю. Там, извините, кончаю. Просто странно, непонятно. И на самом деле вопрос очень правильно поставлен. Мы, честно говоря, не взялись и не бесимся. Знаете, почему? Я объясню, потому что это делаем мы не для телеканалов и не для радиостанций. Прежде всего мы это делаем для наших фанатов. У меня, кстати, со вторым альбомом аудитория наша расширилась. То есть если раньше нас слушала определенная группа людей, в основном это были подростки, то со вторым альбомом появилось очень много таких уже зрелых, взрослых людей. То есть аудитория от 30 и выше. Я люблю тебя послушать Раскрывай мне только душу Мысли здесь не пригодятся Время снова 20-20 Было прикольно возраст в 14-15 лет. Тогда, когда... Идет становление личности. Конечно, когда школьники в этом возрасте, ты пробуешь там у тебя первый поцелуй, там первая твоя влюбленность, ты попробовала с мальчиком, ты попробовала с девочкой. Это нормально абсолютно. Это было актуально, потому что тогда мы были маленькие и у нас действительно, как Лена говорит, формировалась наша своя вот эта вот, свой стержень. Сейчас, конечно, не актуально. У меня второй ребенок. Правильно? И как бы, собственно, целоваться до 70 лет. Нам это не мешает любить друг друга. Мы любим друг друга как подруги. И изначально мы любим друг друга подруги. Только не надо нам раз раз ходить на сцену, одевать на себе эти галсточки, говорить, длинного, давай поцелуемся. Но это бред. Есть дофига других вещей, которые могут так же вот хопа и зацепить людей. Вот, например, клип «Белый плащик». «Белый плащик» — это написала наша фанатка, что самое интересное. Мы нашли эти стихи на нашем форуме и просто взяли «Белый плащик», да, собственно, как и клип. Это придуманный сюжет, как и в клипе, где Лена не играет сама себя, и Лена не играет сама себя, а песня. А, вы знаете, я думаю, что это чисто психология тату. Те фанаты, кто слушает наше творчество, просто должны, я думаю, подумать. Но вообще эта песня не звучит одна. Это, я думаю, будет звучать тогда, когда выйдет уже непосредственно альбом. В этом альбоме уже будет непосредственно вся тематика третьего альбома, да. То есть там из песни в песню выливается история. К этому надо просто прислушиваться и слушаться. Что касается наших творческих планов, сейчас первое, мы летим в Америку снимать новый клип. По возвращению у нас выходит «Макси сингл». Туда будут входить ремикс на «Белый плащик», «Часовое видео, как снималось». Это видео более откровенное видео со сцены, которые не были уже в съемках. Караоке-версия. Мультитреки. Да, чтобы фанаты могли сами делать какие-то... Да, отдельно вокалы, все мультитреки, полностью песни. И 25-го где-то, ну в конце, в общем, апреля выходит наш альбом, но и параллельно начинаются гастроли. Приездки, турови и все остальное. Да, постановка шоу там и так далее. Репетиции, все такое. Репетиции, все такое. Репетиции, все такое.